Я не пытаюсь улучшить ваш ум, в пучине идеологии зла я пытаюсь разбудить ваше сознание, вернуть вам зрение, вернуть вам простое понятие того, что честь и свобода важнее той жизни, которая вас понуждает с детства. Как только голоса от государства начинают взывать к вашему патриотизму, это означает, что они готовятся убивать вас быстро и эффективно. Если вы сломаете механизм часов, стрелки все равно будут показывать два раза в сутки правильное время, и у ваших оппонентов всегда будет повод кричать, что в лжете и часы прекрасно идут. Мы живем в эпоху сломанного времени и кривых зыркал, а ложь правит миром. Дайте воле душе, слушайте, думайте, пишите. Приветствую всех настоящих друзей моего творчества. Приветствую всех постоянных подписчиков, тех, кто давно со мной, почти пять лет, и тех, кто впервые попал сюда недавно, новым подписчиком стал. А также, конечно, рад приветствовать всех новых зрителей, которые впервые попали сюда, в нашу, так сказать, присоединились к нашей аудитории. Сегодня, друзья, тема будет очень тяжелая ролика. Ну, начну я с простого письма от Васина Константина, который пишет. Приветствую, Марат. Благодарю за старое, хотя и печальное, но сильное воскресное стихотворение. Пофантазирую немного. Отличная концовка ролика, хотя печальная и грустная. Нечего искать кого-либо виноватых, нас так научили. А большинство рада стараться, ничего не желая поменять. История имеет свойство идти по спирали, так как происходит, с постоянной завидной регулярностью. Но люди сами себе находят утешение в чем угодно, только не в поиске причин происходящего, и не пытаются изменить свое отношение к этому. Противно облиять, как банды любителей шаурмы и энергетиков, одевшись в форму, уничтожают и самих себя, и в придачу трусливых и ленивых людишек. У меня есть хороший приятель, который поведал, что имеет знакомую персону в виде мужского пола, который уже несколько месяцев тупо боится выйти на улицу даже в свой двор, и жена ему бегает и приносит горючее из своих нелепых и безумных страхов. Это приговор, и он действительно такой, какой он есть. Единицы, которые могут постоять за себя, еще держатся. И живут и творят. Но их настолько мало, что нет никакого сопротивления. В безумной погоне за фантиками, покупкой квартир, машин, эти людишки по форме тупо забыли, точнее они сами выковырчали вы из своей памяти все здравое. Мы все сюда приходим голые, без каких-либо документов, сертификатов, и уйдем из нашего физического тела точно так же без ничего. И мы все попали в равные условия везде практически одно и то же. Управляют везде и во всех местах ставленники одной организации. Что можно оставить после себя такого, чтобы можно было запомнить и рассказать следующему поколению? Абсолютно ничего, кроме как бестолковых повествований про соревнования в выпитом алкоголе, полете в никуда от передоза каким-то порошком, сколько у кого было партнеров и так далее. Список безумный и поистине абсолютно ненужный. Мало кто говорит о том, сколько и чему толковому и полезному они учились сами, и детей научились рисовать, шить, трудиться и все такое. Божок в виде фантиков превратил в нелюдей всех, кто в них поверил, и встал с ними в один строй. Зачем после этого на кого-то сетовать? Мало кто хочет понять, что каждый персональный несет ответственность за себя прежде всего. За это время происходящего в дурдоме все уже выложено на виду. И практически ничего уже совершенно не скрывается. Но какое-то невероятное отключение здравомыслия и привело к такому печальному и трагическому кромавому шоу на землях русов в Малой России. Очередная печальная и трагическая картина. Люди сильные и вольные. Вот тот ресурс, который мешал захватчикам постоянно и мешает сегодня. Они во многом преуспели, это факт. Но уверен, что планета Земля меняется кардинально и изменит этот мир в лучшую сторону. Придеть в такое время на смену эпох много стоит. Все случайности и совпадения исключены. Всем всего доброго и светлого. Всем берегите себя и своих детей в такой период времени. Друзья, комментарий большой, но достаточно важный. Он от тех, кто... Такого человека, как Константин, который с нами давно, который постоянно и часто пишет комментарии, Но дело все в том, что вот это, так сказать, реальность, отраженная в мнении обычного, стандартного, как все считают, подписчика. Но стандартных людей среди душой наделенных на самом деле нет. Мы все разные. Стандартные это те, которые сидят в ТикТоке. Вот они все стандартные. Не имеют значения никакого они полу, какого возраста, сколько им там лет. Они сидят и посылают друг другу разные глупости. Я, конечно, напомню Константину, что это отражение просуществовало очень короткий промежуток времени, совершенно ничтожный, если говорить о бесконечности развития души и разума. Для развития души, вот тот срок, который просуществовал это отражение, а он менее 500 лет, никакого значения, так сказать, для ее дороги в будущее, это не имеет. И наличие физического тела в этом материальном мире – лишь краткий миг. Никакой цикличности развития на самом деле нет, потому что каждый несет в себе свой мир. Каждая душа – это целый мир, который связан с миром Создателя, с миром Творца и является его неотъемлемой частью. Но в основном, конечно, если взять общую картину, которую он нарисовал, то он совершенно прав. Сейчас я задам вам три очень, вроде бы, простых вопроса. Три вопроса слушать до конца, а последний, самый важный, будет в конце, но два других не менее важны и не менее значимы. Потому что их никто никогда не пытался задать. Вот так, в той форме, в какой я задам. Тему эту затрагивали, эти темы затрагивают многие. Но никто не пытается задать конкретные вопросы. Например, вот я вам задам вопрос, сколько детей из России и Украины отправили на экспорт или продали на экспорт, или вывезли в иной форме в другие страны мира. Я повторяю, сколько детей из России и Украины, ну, можно туда же прибавить и Казахстан, и так далее, то есть продали на экспорт, или вывезли в той или иной форме в другие страны мира. С 1991 года начали следующие процессы в так называемых странах СНГ. Еще ранее, уже в 1988 году, по всему миру появились агентства по продаже детей с территории бывшего СССР. Но тогда, еще в 1987 году, СССР якобы существовал. Аналогичные агентства были открыты позднее под видом чего угодно, под видом кооперативов, под видом совместных предприятий, под видом благотворительных организаций, это не важно. Были открыты по всем крупным городам СССР. Контроль за их деятельностью был равен его полному отсутствию. То есть, единственная форма контроля была, это сколько и кому занесли, и не забыли ли занести. Взятки решали в то время любой вопрос. Никто не проверял потенциально новых родителей, например, продаваемого на экспорт в любую страну мира ребенка. Никто не читал представляемые ими документы. Бывшие Советские Республики по уровню криминала в этом вопросе оказались на самом высоком показателе в мире, даже если верить очень жалкой и очень убогой официальной статистике. Вот только информация, которая была в США, она зарегистрирована официально, вы можете легко найти. В России после перестройки резко увеличилось число сирот в детдомах. Вопрос. Откуда вдруг после перестройки резкое увеличение сирот в детдомах? Это вопрос, который я выше задал, из него стоят другие вопросы все время. Написано, из-за неблагоприятных экономических условий и тому подобное. Российское правительство впервые в истории страны решило их отправлять на установление за границу. Но я вам сказал уже, что никакого правительства реального ни в СССР, ни в России никогда не было. То есть кто-то там где-то решил, что эта команда ликвидаторов, зондеркоманда, находящаясь в Кремле, там и в других зданиях в Москве, Киеве, в Тбилиси и так далее, в других городах, она должна отправлять детей на установление за границу. Фактически это прямое разрешение на экспорт. С 1991 года по 1997 год в США было отправлено 20 тысяч детей официально. В 1997 году в США отправили 4 тысячи детей. А дальше это число, внимание, ежегодно удваивалось. Теперь я напомню вам о ролике, который тут вышел ровно неделю назад. Кто не видел, настоятельно советую его посмотреть, потому что в этом ролике я рассказал, как уничтожили офицерские корпусы СССР и их вместе с их семьями. Помимо этой уничтожения, это не значит, что их просто выгнали на улицу. Кого-то выгнали на улицу, но большую часть, не менее 80%, просто уничтожили, ликвидировали. Помимо массового уничтожения кадрового офицерского корпуса, о котором я вам рассказал в предыдущем ролике, перед началом операции по ликвидации их офицеров, этих, их семей, во многие военные части почтовые ящики приезжали очень заботливые и бескорыстные дамочки с документами, подтверждающими их полномочия от всех и великого множества разных органов. Они предлагали отправить детей на месяц в детские санатории, на месяц или два, пока их родители ожидают новое жилье и готовятся к переезду, ведь в Москве решается вопрос, что делать с увольными в запас офицерами Советской Армии и им обязательно сказали, что им обязательно будет жилье, пособие, пенсии, что будет трудоустройство и так далее. Они там сидят ждут, я рассказывал, смотрите ролик предыдущий. И вот они предлагали выехать с детьми одной или двум мамам, что гарантирует безопасность и надежность их детей. И к тому же все за счет специальных фондов от Министерства обороны, от благотворительных организаций, от фондов и зарубежных, поскольку шел в это время учебный год, например, зима, детям гарантировали занятия и отличное питание, развитие, спортивные мероприятия и так далее, и так далее. Многие соглашались и собирали детей в дорогу. За место сопровождающих, это же им говорили, что их курортные места там повезут куда-нибудь, в Гагри, там, Сочи, Крым. За место сопровождающих были настоящие баталии между женщинами. За детьми приезжали автобусы, прилетал вертолет, и они навсегда исчезали вместе, потому что очень многие воинские части находились в таких местах, где не было даже автодорог нормальных. И через пару недель в военном городке, потом, после того, как детей вывезли, ну, не всех детей, а часть, отключали подачу электроэнергии. Как это происходило, смотреть в предыдущем ролике. Экспорт и практически открытая продажа детей-сирот на усыновление шла полным холдом. не, ну, конечно, и вы скажете, что это только мои фантазии. Я скажу, да, да, конечно, я великий фантазер. Причем, руководители детдомов признавали, что им морально тяжело. Ну, фантазерами были те, как помните, там были и суды, и даже какие-то где-то, и следствия, и допросы. И масса информации в то время была об этом в прессе. только все это проходило мимо ушей, глаз, то есть люди в упор не хотели видеть, что творится у них под носом. А сегодня они жалуются. Но корни-то проблемы в том, что тогда они в упор не хотели это видеть. Я еще раз хочу сказать, руководители детдомов признавали, что им морально тяжело и очень нелегко продавать детей. Так они и говорили, продавать детей. Но другого выхода, по их словам, у них нет, так как зарплаты не платят, задерживают, средств на содержание детей выдают мало. То есть единственный источник их существования, внимание, вы думайте в это, единственный источник существования людей, которые заняты опекой, которые руководят детскими домами, это продажа детей. Это конец 20 века, это не мифическое средневековье с романами, описывающими там тяжкое рабство и продажу детей в рабство. Это не мифическое рабство Российской империи, которого никогда не было, когда там крестьянских детей продавали якобы. Это педагоги, с высшим образованием выпускники советских школ и вузов, ну, в крайнем случае педагогических техникумов. Но в данном случае речь идет о более или менее официальном бизнесе, при этом это официальный бизнес, я подчеркиваю, продажа детей, официально одобренный государством, как они говорят в кавычках, конечно, государством никого нет, эльцинами компания бизнес по продаже в рабство российских детей. Все же, если взять полный беспредел, который творился в то время в России, он и сейчас полный беспредел творится. Дальше я докажу, почему. но все-таки тому же французу, американцу или итальянцу надо было доказать у себя в стране, что он имеет семью, доходы, работу, комфортабельное жилье, что его муж или жена полностью поддерживают его или ее желание и приложить аналогичное заявление от партнера, то есть надо было доказать, что у него нормальные условия жизни, что он нормальный человек, не псих, не убежал из дурки. Ну, правда, конечно, при этом вполне возможно, что это нормальная семья, в кавычках, она была семьей, так сказать, однополой любви. Но это не важно. Важно, что, тем не менее, в той же Европе им трудно было получить это разрешение от местных властей. Просьбы такие рассматривались в Европе, в странах Европы очень долго. Но вот для мафии европейской, мировой, азиатской, арабской мафии, мафии с шаром, южно-африканской мафии, для особенно мафии, которая целиком полностью специализировалась на порноиндустрии, а также, конечно же, для медицины, которая обслуживала супер богатых людей, для педофилов, которых обслуживали тоже по высшему разряду. Не надо было совершенно ничего официального, друзья, поверьте мне. Система работала как часы. По информации итальянской полиции, на одном официально по установлению завезенного ребенка в Италию попадало от пяти до семи нелегально везенных по поддельным документам детей. Вообще непонятно, как везенных, например, из Румынии хвалом везли детей российских, украинских, молдаван. В Москве, Питере, Киеве, особенно в Москве и Киеве была такая даже профессия челночная мама. Женщины делали паспорт с двумя или тремя записанными детьми, мало-мало-меньше, визу, и далее она прибывала с ними в ту же Венгрую, Грецию, а назад уже убывала по каким-то другим поддельным документам. Потом ей давали новый паспорт, новых детей, она летела в другую страну, чтоб не светиться в одной стране. В систему были вовлечены службы, все спецслужбы, и пограничники, и полиция, и милиция. Через украинскую границу детей везли по определенным дням в фурах и автобусах в огромном количестве. Был еще один вид экспорта, ну, более, это уже был хороший вид экспорта по сравнению со всеми другими. Это, так сказать, тоже поощрялось естественно теми нечистью, которая управляет этим миром. Это замужество. Весь мир забит женщинами из бывших республик СССР, которые искренне жила, естественно, они лучше, прежде всего, конечно, себе любимые, и своим детям участи, выходили замуж за любого кандидата, хоть хромого, хоть косого, хоть почтальона, хоть безработного, лишь бы жениться, выйти замуж и уехать из той же России, того же Казахстана, и уезжали вместе с детьми, которых они до этого успели родить, и в какой-то степени родить и вырастить в СССР. Очень многие уезжали с детьми, которым возраст был за 10 лет, и даже с подростками. Такие дети многие потом уже выросли и стали взрослыми. Им к какой-то степени, мы можем сказать, откровенно повезло, так как они выучились, полностью адаптировались и стали гражданами в тех странах, своих стран уже для них, язык которых им стал родным, где они адаптировались и стали жить. Ну, до периода, скажем, конца 2019 года и начала марта месяца 2020 года с этой мировой вакханалии сейчас. Конечно, сегодня в гибнущей Европе они оказались в одной лодке вместе с россиянами, латышами или украинцами. Но то, что сегодня творит команда Зеленки в Киеве, даже в лихие 90-е годы никому не снилось, друзья. Детей все везут и везут в эвакуацию. Я уже рассказывал, как в Швеции это поофициально, это легко найти. В Швеции официально раздавали, вот когда началась эта операция, детей малых из Украины любому желающим. Даже не на усыновление, а на временное пользование. То есть, если он устроит того, этот ребенок, которого взяли, и он устроит тех, кто его себе взял, или того, кто его взял, то он может его и усыновить, подать заявление. А если нет, то может и вернуть обратно. И при этом за присмотр, там, скажем, полгода или год, ему еще и деньги платило шведское государство, и сейчас платит. Дело не в том, что делают с детьми власти Евросоюза. Это вполне объяснимо. У них свои задачи. Чем больше детей примут и решат будущего, тем лучше они выполняют свою функцию. Сейчас в странах ЕС даже из нормальной семьи ребенка в школу руки власти отдавать никак нельзя. Что делать с детьми? Вот сегодня это огромная проблема в Европе. Их в детских дошкольных учреждениях учат гендерным забавам, а сейчас с шести лет появился урок мастурбации. Их учат с шести лет мастурбировать. родители как это официально родители как вы понимаете никто в известность большей частью совершенно не ставит. Родители не интересуются. Отвел ребенка бросил там воспитателям учителям и плевать пошел себе на работу или куда-то. Друзья на втором запасном канале есть ссылка в описании и есть переход с главной страницы это маленькое отступление. Так вот я там уже опубликовал пятую главу моей книги. Шестая выйдет в четверг. Три главы опубликованы на этом ресурсе и все остальные выходят и будут выходить по четвергам на втором канале. Этот канал часто подвергается вот этот канал где вы сейчас смотрите от ролика часто подвергается санкциям. Если вы не хотите терять связь со мной даже временно подпишитесь на второй нажмите колокольчик чтобы получать уведомления. тем более что на втором канале за четыре года есть просто уникальная информация. Напомню что в моей книге которую сейчас публикую я зачитываю вы будете находить всегда все ответы на любые вопросы я подчеркиваю все ответы на любые вопросы нравственности совести чести морали воспитания отношения в семье любви дружбы и прочих ну и конечно ненависти войны и так далее а также познаете реальный мир которого нет ни в одном учебнике я подчеркиваю вы узнаете о реальном мире которого нигде нет ни в одном учебнике ни в одной религии ни в одном учении и ни в одной книге мира друзья внизу под роликом есть ссылки по которым вы можете оказать финансовую поддержку каналу там есть три способа в том числе и для тех подписчиков кто живет в России выберите удобный для вас если захотите если почувствовать такое искреннее желание и конечно если у вас есть такая возможность присоединиться к очень маленькой группе тех которые постоянно оказывают если вы сомневаетесь не хотите тратить ваше время и деньги то ни в коем случае не надо этого делать помощь должна идти только от чистого сердца и только по душевному порыву теперь продолжим мои грустные фантазии вопрос второй как вы считаете каковы были масштабы торговли людьми мы уже не про детей говорим про взрослых и подростков в рабство на в рабство на органы на вывоз и оплату услуг гномов под Альпами впервые это произношу никто в мире этого не говорил я первый говорю то есть подземные города тех кого я назвал гномами тех кто обеспечил нечисть оружием в 19 веке массового поражения кто построил совершенно ненужных нам фабрик и заводов в 19 веке кто создал гигантскую индустрию смерти эти фабрики и заводы уже большей частью все ликвидированы потому что уже не надо потому что от тех того огромного населения которое проживало на территории Российской империи на территории Европы уже практически ничего не осталось кто обеспечил техническое снабжение всех армий в первую и вторую мировую войну хотя реального перерыва между первой и второй по большому счету никогда не было в регулярной поставке им помимо сырья потому что я говорю что с ними расплачут сырьем а те которые держат цвет небесный им отпозят золото цвет металла в основном так вот в регулярной поставке им помимо сырья также постоянно отвозят молодых и крепких мужчин для работы в их подземных комплексах а также отвозят женщин молодых в основном подростков на мясо отвозят и на работу в их борделях тут у меня был интересный комментарий от одного из подписчиков к моему сожалению я не могу назвать уйми комментариев очень много если сразу не скопировать то потом через несколько дней их найти практически невозможно так вот он обратил мое внимание на тену поставок продуктов питания освещенный мной в очень важных роликах на базе учебников географии Франции учебники географии Франции я повторяю для старших классов во второй половине 19 века там вы найдете совершенно уникальную информацию в этих роликах о мире о России и так далее эти ролики полностью перевернут ваше представление о том каким был мир в 19 веке и прежде всего он обратил внимание на тему которую я затрагивал на поставке мяса так как прямо было указано когда рассказывал о странах что многие страны как Южная так и Северная Америка а также Австралия Новая Зеландия Родезия Оранжевая Республика ЮАР экспортируют огромные объемы охлажденного и замороженного мяса я повторяю огромные объемы охлажденного и замороженного мяса тогда я сказал что мне совершенно когда я терчит вот эти учебники освещал я тогда сказал что непонятно как можно было вести например в 1880 году такие объемы мяса без наличия какого-либо не было никакой информации о наличии какого-либо рефрижератного флота контейнеров морозильников как можно было вести тем более охлажденное мясо без вакуумной оболочки в пластике ведь в тот момент нам официально говорят что не было еще никакого пластика никаких кораблей холодильников не было а ведь для того чтобы вести охлажденку мясо например говядины баранины неважно чего то что сегодня продается например новозеландская баранина или австралийская баранина продается в супермаркетах нужна температура около 4 градусов не выше 4 градусов по цельсию но и не ниже ноля потому что иначе оно заморозится то есть температурный режим должен быть очень четкий потому что иначе это превратится в непродаваемый товар так вот как можно было организовывать эти огромные поставки не имея никакого технического оборудования для этого и кому я спрашивал вопрос простой куда шли эти поставки на экспорт из Австралии например или из Южной Африки или из Бразилии кому было нужно это мясо можно было сказать я сказал гарантирую что Европу бы не стало импортировать ни одного килограмма бразильской свинины скажем в 1880 или в 1890 году или говядина своего мяса было в избытке в каждом поселке и городе были мясные молочные сырные лавки я рассказывал об этом показывал все каждый каждый городок маленький он был полностью автономен там было все маленькие цеха по переработке там были мельницы там были магазины там были ателье где шили одежду и обувь там были шляпные мастерские то есть все ткацкое производство мебельное производство деревообработка даже проволоку на мельницах тянули я рассказывал об этом они были полностью автономны они производили свою собственную мельницу электричества и так далее то есть в каждом поселке своего мяса было в избытке для фермера было главное его найти продать кому и были мясные молочные молочные сырные лавки и так далее и так далее на любой ферме тогда в любом доме на большом доме в семье всегда делали колбасового карака ветчину сосиски кто живет в Германии знает что в любом старом немецком доме в дымоходе есть коптильная в дымоходе просто мясо продавалось только парное реально можно было продать только парное мясо от свежз забитого скота который забили утром утреннего забоя и птица то же самое птица всегда продавалась в основном очень реально не общипанная люди предпочитали взять цельную птицу это было дешевле чем купить общипанную и выпотрошенную птицу они покупали только что прямо даже вот на улицах этих местах где продавали были местные лавки стояли клетки с птицей человек подходил выбирал корочку там петушка или индейку или гуся или утку ему ее тут же закалывали и отдавали резали и отдавали все в крупных городах таких там как Париж или Берлин или Мюнхен мясо овощи молоко зелень свежую рыбу завозили в 4 часа утра свежую живую рыбу продавали даже в бочках развозя по кварталам про Россию я уже и не говорю естественно нам все врали про технологии потому что на самом деле из России шли цистерны с живыми белугами осетрами причем они вода насыщалась кислородом специальными аппаратами в них эти цистерны развозили живых осетров белуг по всем крупным городам Европы потому что это был огромный спрос в странах и среди состоятельных людей охлажденную лосятину везли рябчиков миллионами туш медвежатину муксуна того же белорыбицу омуля перепелок мясо северного оленя в вагонах рефрижераторах везли в вакуумной упаковке составами везли в ту же Европу только во Францию внимание завозилось до 7 тысяч пудов меда диких пчел из Российской империи отбортников из России но речь не об этом я уже говорил что грузчик в Самаре питался тогда в конце 19 века лучше чем сегодня тот же Володин из Лжедумы все очень просто все эти поставки из той же Южной Америки излишки мяса замораживались и из России и из Европы и шли и идут смотрителем купола и подземным кротам тем кто создавал всю эту индустрию военную но речь идет не о мясе сейчас у нас речь идет о живых людях в основном подростках для тех кто танцует в шапках им они не нужны агнец мужков пола им нужен не старше года и только раз в год а вот тем кому не это здесь ролик по моему на втором канале есть ролик на эту тему а вот тем кому нечисть платит мясо нужно всегда им в их подземных мегаполисах нужно и в своих так сказать мирах нужно много белков и протеинов еще раз повторяю им нужно много белков и протеинов тем кто охраняет цвет небесный пытается спасти этот купол над нами им тоже нужны белки и протеины маленькая справка только в Германию родители отжимают приблизительно 50 тысяч детей в год по легенде ходы другие семьи но кто это в реальности проверял еще 100 тысяч детей сами пропадают теряются и все дети кто-то кошелек теряет кто-то ребенка итого 150 тысяч детей в год только по Германии реально в год в мире сегодня по официальной статистике пропадает от 8 до 12 миллионов детей детей разного возраста и не менее 25 процентов из них исчезают в странах бывшего СССР но это далеко не все только по официальной статистике МВД России она занижена минимум в 10 раз в России пропали за год 120 тысяч человек в прошлом году большинство мужчин почти 59 тысяч 38 тысяч женщин 23 тысяч несовершили несовершеннолетние подростки и малые дети а вот период с 1988 года когда Горбачев еще правил до по 2003 год вообще такой статистики никто не вел то есть 15 лет вообще не было никакой статистики что творится с 1990 год на территории Украины вы даже себе представить реально не можете выводы которые мы о всем давно говорили мы для них простая пища рабы также которые рассказывают этим рабам рассказывают о прогрессе о демократии о заботе о детях как ну зачем дают материнский капитал потому что не хватает еды о защите окружающей среды ведь люди которые рожают за деньги ради материнского капитала им совершенно потом плевать что будет с их ребенком им главный капитал материнский получить как можно рожать ребенка потому что дают материнский капитал это мне плохо понятно я еще смотрю вывод который давно говорил мы для них пища если для нечисти главная еда вот той нечисти тех тех семи семи которые я считаю что их всем осталось энергетических сущностей человеческих телах для них главная еда это наши страдания мучения энергетика страха и смерти то что мы называем галах причем выделить ее в таком виде которым они способны ее поглощать могут только белые эмоции одного миллиона цветных умирающих от передозы для них маленькая черстая крошка по сравнению с огромным свежим бутербродом черной икрой от страшных мучений одного белого ребенка мучения могут быть разные вкусы бывают для них разные вот реальная ситуация вчерашняя из жизни французской семьи рассказ от 75 летней дамы прислали мне с высшим образованием и хорошо обеспеченной я ее знаю кстати семья по нашим меркам огромная большая в мае собрались за одним столом не все но их тогда за одним столом было 211 человек и я во Франции лично знаю они имеют 10 таких больших семей но речь не об этом у него умерла ее старушка мать 105 летняя и она сообщила своим детям своим внукам разговор с 35 летней внучкой ее потряс внучка сказала что не сможет приехать так она у нее куча проблем она рассталась с третьим мужем а ее 12-летний единственный сын хочет поменять пол связался с какими-то нарками не ходит в школу практически выбросил из холодильника все мясные продукты и сказал ей что если дома появится хоть кусочек мяса то он ее убьет то есть понимаете ребенок сказал что он веган 12 лет и он убьет свою мать заметим если она будет покупать мясо животных то есть если кролика несчастного убьют ему ее жалко а вот убить мою свою маму это запросто это я о вкусе мучения ведь корень злая это история которую сейчас я сказал в школе саде воспитания и нежелание родителей вникать то чем и как почему увлечены их дети чему их на самом деле учат в школе это же просто очень все как она может заниматься своим ребенком если она успела за это время замужем побывать может у нее совсем другие цели в жизни нежели воспитание своего ребенка вот такая интересная информация во франции для детей рожден до 2019 года обязательно всего 3 укольчика а вот для детей рожден после 2019 года уже обязательно 11 укольчика покорность терпения и погоня за потреблением превратили еще вчера процветающую страну в руины культурные руины нравственные загадили все крупные города загадили разрушили систему руины государственные реально существуют потому что это не государство уже разрушили самую лучшую на мой взгляд систему медицинского обслуживания населения а из медицины с воплями ужасов убежали все честные которые там еще были старенькие доктора врачи я рассказывал бы убежали просто интересный комментарий прислал андрес ян янос который пишет поднимайте тему нужны виздоки 1988 год у нас на Дальнем Востоке в Комсомольске на Амуре был заказ от МВД СССР 6 вагонов наручников думаю это огромное количество заполнится вагоне 54 тонны как минимум ну старые пусть там 50 тонн наручников люди делали по вечерам смены то есть это черный заказ колын так как это был у меня плановый государственный заказ за сборку 30 копеек за штуку пишет Андрес то есть в конце перестройки они заказывали вне плана левым путем огромное количество наручников сейчас объясню с какой цель огромное количество сотрудников особенно высших МВД СССР уже знали и готовились к тому что после развала СССР они просто массово стали заниматься криминальной деятельностью именно эти сотрудники вместе с чиновниками МИДа врачами пограничниками бандитами и создали огромную структуру по торговле людьми в той числе и по торговле ими в рабство сверху же их стало жирно крышевать ФСБ структуре нужны были все новые и новые жертвы а жертв становилось все меньше и меньше ведь с одной стороны огромное количество женщин которые могли рожать крепких здоровых детей они уехали вышли замуж еще больше огромное 10 раз большее количество уехало заниматься продажей своего тела вы либо их вывезли так сказать как нелегальных сексуальных рабы и так далее то есть огромное количество рожать детей стало некому безудержная охота на людей низкая рождаемость массовый и межорганизованный экспорт молодых женщин в борделе украинки вывозились самостийной властью просто невероятных количествах при этом все делалось для полного морального разложения общества все делалось через интернет кино эстраду наркотики и алкоголь сегодня никого не удивит 12-14 летняя девочка демонстрирующая свое тело и предлагающая себя в соцсетях прямой показатель нравственного упадка в обществе о каком тут нормальном воспроизводстве белого мяса для них может идти речь вот и были организованы события сначала 2008 год Осетия потом Мовороссия Луганск Донецк потом Сирия кто знает сколько тел молодых и здоровых как сообщает их родным пропавших без вести участников этого кровавого гладиаторского спектакля с обеих сторон уже отправлено в вагонах рефрижераторах на экспорт а кого-то отправили заковав наручники вот еще интересное письмо от Сергея Кованова который пишет после моего ролика инфо жесткое прорывался проколол поколол дровишек на пол газельки успокоился дослушал кто говорит что в СССР было хорошо спрашивает он да даже что были юные сейчас себя чувствую лучше чем в 75 85 95 и так далее потому что ту парашу чем кормили в СССР сейчас не я причем 17 лет столовался часто в ресторанах а не только в школьных буфетах студентских и армейских столовых то есть первая жратва отвратительная была в СССР второе школа советская общеобразовательная всему самому плохому научила именно там если коротко но что больше раздражало как сейчас определил внушали что я никто имя мне никак и что без лампочки ильича и света христианства ну прям остров невезения то есть советское высшее образование полная жопа пишет и не хрена тут говорить далее если ты пошел в открытую конфронтацию с системой то ты обычный без особых талантов советский паренек закатают и фамилию не спросят только как говорилось оступись и тебя будут преследовать и преследовать всю оставшую жизнь и ни хрена никому ничего не докажешь то есть политическая пресс-машина закатает и в советское общество понимание сочувствия помощи не дождешься кстати система сейчас сейчас я не знаю вообще россияне о чем думают ведь у них открыто сейчас восстанавливается система репрессивного крайне жесткого я повторяю крайне жесткого репрессивного строя то есть создается буквально вот жесткая система коллективного рабства коллективной безответственности вернее каждый ответственный перед коллективом а кто и за кого где и как отвечает это они там сами решают и уже так сказать вся система построена то есть правоохранительные органы перестраиваются в такую систему что как говорится человек сидел около двери ночью дома и ждал когда за ним придут что еще пишет Сергей родители практически не помню в детстве постоянно были на работе ну а гимн советского союза по радио каждой камере квартиры 5 часов утра за это приговорил бы редактор отварик 15 нанам непрерывного расстрела о чем говорит то еще может об новой человеческой формации советский человек подозрение что основная масса водурлаки было всегда впервые понял что если отпустить отпустить узду сразу превращается в подонков на пересылке к ДВО в начале 80-х далее 90-е из каждой питерской щели эти водурлаки повылазили и заполонили город это очень показательно в тему советского воспитания мне в личку хоть кто-нибудь в личку напишите хоть что-нибудь убедительное о советском периоде социалистического справедливого общества он там пишет Кованов ну вы найдете его комментарии всегда есть Сергей комментарий есть под роликами inbox.ru на сайте не надо здесь воспитание уважения к автору не позволит что-либо существенно высказать мой вывод и 60 лет назад и сейчас основная масса вудурлаки объявили верить комсомол добиться в ЛКСН объявили верить в РПЦ добиться РПЦ объявят что завтра можно убивать играть безнаказанно пойдет это делать абсолютно беспринципно ну разве не так это друзья система сегодняшнего общества я сказал как люди смотрят что вот люди идут за зарплату заниматься этой операцией их там убивают и новые идут желающие хотя те ничего не получают так как пропали без вести ну интересно да вот я как не получали вот я лично знаю который пошел такие хорошие деньги за что он получил деньги человек который пошел кого-то убивать уже не человек деньги он получил за то что продал свою душу у души у него уже нет это тварь бездушная любой кто одел форму и пошел за деньги убивать это тварь бездушная я понимаю что раньше не было информации тогда мы когда жили в этом самом советском союзе в котором сказали что мы верили действительно искренне верили во многие вещи которые нам говорили верили но сегодня то как можно во все это верить ведь вся информация лежит открытая совершенно открой почитает его увидишь и они ведь прекрасно знают что они делают интересную информацию прислал Артем Богатырев тут разбирал кладовку пишет что на старой пластинке до 1917 года пластинки фирмы Колумбия на которых написано еще на русском названии фирмы и которая находилась то есть фирма Колумбия выпускала грамм пластинки находилась зарегистрирован Российской империи это еще одна информация в копилку тех которые я же вам озвучил и показал в разных роликах о том что большая часть мировых брендов до 1917 года находилась на территории Российской Федерации А вот Евгений Оспич Здравия Марат В очередной раз выражаю огромную благодарность за ваши труды Очень тяжелый ролик Мне по-настоящему жалко всех этих военных людей особенно детей с которыми так бесчеловечно поступили твари Тут оно и понятно почему такая сверхсекретность была чтобы в определенный момент полностью ликвидировать всех и без всякого лишнего шума насладившись гавахом Но что мне всколыхнуло память выражение про 30 градусный мороз Выключили электричество и все Мне сейчас почти 40 лет Я очень рад что с раннего детства повезло со стариками Дед бабушка прабабушка проживавший деревня была 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 скотина кур и так далее меня чуть ли не с пеленок брали на покосы и когда я подрос дед меня очень многому научил с топором работать рыбачить как выжить лесу как сено заготавливать к чему я это все рассказываю если честно поначалу терпеть не мог на покосе работы возле примерно 9-10 лет и тогда не понимал к чему эта вся работа когда проще пойти и купить молоко мясо но золотые слова деда впечатлили мою память и открывшие полное понимание картины если в городе пойдет что-то не так на всю оставшуюся жизнь и звучали не так Женя я понимаю работать не совсем просто комары слепцы оводы тебя кушают жара на уборке сена и все такое но ты представь если в городе отключить для начала водичку на недельку а потом электричество и как быть там у вас в городе и именно в тот момент я осознал насколько город увезги мое место а дед продолжал а ты умеешь держать скотину сидеть за народом выжить лесу хотя бы в летний период и что я сейчас вижу вокруг если кадровые офицеры не смогли выжить что говорить про городских ожиревших ни к чему не приспособленных толпарей есть такое понятие друзья простое землероб еще более точно оратий вот пример вам оглянись сошла вода зимний дождь не хлещет боли на горах опять стада и оратый вышел в поле Александр Фихт еще вот благодатная благодарная оратия земля дубовые леса и злачные долины и тучные жатвы покрытые поля писал Аксаков потом нам подсунули не имевшее место в реальности крепостного раба а потом рабов реальных колхозника и рабочего совхоза потому что это было сто процентно рабство теперь придем к концу этого ролика к самому важному вопросу как вы считаете какова вероятность того что же мы живем матрицей я вот у вас спрашиваю почему спрашиваю мне все время пишут и часто что наш мир чуть ли не напечатан на 3d принтере что это игровая реальность что это матрица прямой вытекающий из этого новый вопрос а зачем тогда им все это показывать в небезызвестном фильме матрица и почему с какой целью надо было создавать столь нелепую и чудовищную цивилизацию лжи которые нас тихо едят показывая нам разные глупые картинки на самом деле друзья уже многократно весьма конкретно вам всем ответил на все эти вопросы начиная с известного вопроса что делать когда очередной комментатор задает этот вопрос я очень себя неприятно чувствую почему потому что как ни странно редко кто и редко когда из моих подписчиков дает ему ответ ответ простой я его дал давно начните с себя что это означает я повторяю что я наверное уже более трехсот раз дал ответ вы его слышите я спрашиваю или полностью вновь окунаетесь в морок лжи перестаньте лгать совсем что делать перестаньте лгать совсем сегодня это равнозначно великому подвигу перестаньте заниматься самооманом и оправдывать себя за бесцельное существование на грани утраты искры создателя перестаньте сказать виноваты в том что вы так живете и у вас такое положение перестаньте ненавидеть нечисть за то что они такие плохие за то что правители такие плохие что зеленка плохой что пул плохой они хорошо выполняют свою работу они хорошие в этом плане они выполняют свою функцию кукла пул выходя из нафталина из ящика с нафталина выполняет свою функцию помахал ручками ножками кукла и пошла назад в ящик что ее ненавидеть ищите все проблемы только в себе, нигде вокруг их нет они все внутри вас я еще раз говорю перестаньте заниматься самым маном оправдывать самого себя за бесцельное существование на грани утраты искры создателя обвинять кого-то там родных, близких, детей, родителей это позволит вам дать волю своей душе передать ей право на управление вашим разумом передать ей неотъемлемой частице Творца контроль над вашим собственным сознанием когда вы это сделаете все ваши лживые проблемы все лживые страхи, навязанные вам физическим телом весь морок, тяжело лежащий огромным пологом над этим умирающим в конвульсиях мире сразу исчезнут перестать лгать вроде очень легко но на самом деле это великий подвиг самоочищение своего сознания от морока лжи от мерзкой привычки лгать ни на секунду не задумываясь лгать только потому что все лгут лгать потому что так удобно, так выгодно, так безопасно лгать во благо и во спасение лгать ребенку, лгать соседке лгать на работе, лгать в соцсетях лгать самому себе для того, чтобы забить совесть ногами свою собственную совесть ногами и кулаками забить а потом пронял антидепрессант или 200 грамм забыться тяжелым лживым сном вот самый маленький пример на вопрос знакомый что это ты мне отвечаешь на мои картинки, ролики из тиктока вместо того, чтобы просто сказать, что ты, дура, мне надоела своими постами и картинками глупыми вы начинаете оправдываться, придумывая всякие объяснения почему вы ей не ответили то есть вы в данный момент просто берете и сбиваете свою душу ногами по причине боязни обеете идиотку общение с которой вам давно опостылило ну а о деталях мы с вами поговорим в следующем ролике до основов пока что мы не добрались даже близко ну а теперь, как всегда, немного поэзии друзья, сегодня, чтобы отвлечь вас от, так сказать, несгод нашего времени я прочитаю старое стихотворение написано очень давно в 2000, помню, в каком уже году но давно очень а может быть и в конце 19 века но самое главное, что это стихотворение просто показывает настроение и все было совсем не так, как казалось в тот момент стихотворение называется один конец лежит билет жестокий в бездушной пухлой сумочке твоей ван-вэй дорога вы никуда где в прошлом сразу станут поцелуи я ведь тебя не к этим дням ревную а просто страх утратить навсегда ван-вэй какие жесткие слова то летишь и значит все приснилось любовь и осень досыта напилась зима пройдет суровые права а может нет и мы сильнее дорог в один конец, который уходят на звездной пыли отпечатки ног тех, кто до нас смеялись и любили благодарю вас всех за внимание и до следующей встречи которая как всегда состоится в четверг на втором канале с шестой главой моей книги